Маннергейм История героя Финляндии и предателя России 16 июня 2016 года в Санкт-Петербурге произошло маленькое, но весьма примечательное событие. В городе открыли памятную доску финскому военному и государственному деятелю, маршалу Карлу Маннергейму. В советской историографии он запомнился большинству по выражению «линия Маннергейма». Однако одной линией его вторжение в историю России не заканчивается. Открытие памятника вызвало возмущение у патриотической общественности. А позже выяснилось, что оно не было должным образом согласовано с администрацией города. Так давайте все-таки разберемся, что это за выдающийся исторический деятель такой с точки зрения России. И надо ли устанавливать ему символ памяти. Герой ли он России? Или может быть враг? Или еще хуже предатель? Нашу страну никак нельзя назвать чужой для Маннергейма. Он был офицером русской императорской армии. Дослужился с чинок орнета до звания генерал-лейтенанта. Воевал в Первой мировой войне. Причем славно воевал. За боевые заслуги и успешное руководство войсками 18 декабря 2014 года Маннергейм был представлен Георгиевскому кресту четвертой степени. Чем очень гордился. После получения ордена он заявил. Теперь я могу умереть с миром. Но судьба умереть ему рано не дала. Да и мир в его жизни долго не наступал. В сентябре 17-го Маннергейм был переведен в офицерский резерв Одесского военного округа. С формулировкой «не приспособившийся к современным условиям». Как у большинства белогвардейских офицеров, после российской революции судьба его начала ломаться. Но в отличие от русских офицеров, Карлу Густаву было куда бежать. 18 декабря 2017 года Маннергейм вернулся в Финляндию. Воле Ленина, получившего независимость от России. Тут-то на родине. И развернулся он во всю ширь. И раскрылся его злой гений военачальника и политика. В 18-м году Маннергейм становится главнокомандующим финского национального ополчения в гражданской войне. Во время военной кампании того же года Карл Густав принял помощь кайзера Вильгельма II, злейшего врага Российской империи. А Финляндия, только что ставшая независимой, целиком попала под немецкое влияние. И с приказом Маннергейма в связи с высадкой Финляндии немецких войск 8 апреля 18-го года. Я убежден, что братство по оружию, которое запечатлевается в нынешней борьбе кровью, должно еще более укрепить дружбу и доверие, которое Финляндия всегда питала к великому кайзеру и могучему германскому народу. Приветствую прибытие храбрых немецких войск. Я надеюсь, что всякий финляндец поймет великую жертву, приносимую благородным немецким народом нашей стране, в то время, когда каждый человек нужен Германии для боев на Западном фронте. И Маннергейм, тут же забыв воспитанное в нем благородство русского офицера, принимает и активно использует безжалостные и вероломные порядки немецкой военщины. Белофины под руководством Маннергейма устраивают репрессии против русских в Финляндии в 18-м году. Среди них особо выделяется расстрел около 200 русских офицеров и членов их семей в городе Тамерфорс, ныне Тампера, убийство от 500 до нескольких тысяч этнических русских в Выборге. С началом Великой Отечественной войны Маннергейм становится союзником Гитлера. Изобращение Маннергейма к финскому народу после начала Великой Отечественной войны. 1941 год. Я призываю вас на священную войну с врагом нашей нации. Вы вместе с мощными военными силами Германии, как братья по оружию, со всей решительностью отправляемся в крестовый поход против врага, чтобы обеспечить Финляндии надежное будущее. В 1941 году Финляндия обязалась предоставить северные районы страны для немецкого военного плацдарма и пообещала начать собственное наступление на юге. На тайных военных переговорах действия Финляндии были полностью скоординированы с нападением Германии на Советский Союз, то есть с планом Барбаросса. Армия Маннергейма не остановилась на старой границе Финляндии, перейдя реку Свирь и практически дойдя до Ленинграда. Финские войска получали прямые указания от командования вермахта и отвечали за северный сектор кольца Ленинградской блокады. Финские аэродромы и морские порты стали постоянным плацдармом для атак войск Третьего Рейха на Советскую Армию, советские города и коммуникации. Только опасность разгрома войск Маннергейма остановила его планы присоединиться к осаде Ленинграда, к чему его призывал Гитлер. Если бы такого не случилось, город уже не смог бы устоять. Но это не столько заслугам Маннергейма перед Советским Союзом, сколько боязнь и расчет хитрого, изворотливого финского военачальника. Малыми потерями он надеялся получить больше. Видя неименуемый разгром гитлеровской Германии, в 1944 году Маннергейм выводит Финляндию из Второй мировой войны на стороне Третьего Рейха. Незадолго до этого события финский главнокомандующий заявил «Немецкое командование в свое время убедило нас, что с его помощью мы победим Россию. Этого не произошло. Теперь Россия сильна, а Финляндия очень слаба. Так вы сами теперь расхлебывают заваренную кашу». Этот поступок вчерашнего врага, превратившегося в одночасье в союзника, оценил Сталин, позволив Маннергейму 4 августа 1944-го стать президентом Финляндии. 19 сентября того же года в Москве подписано соглашение о мире между Финляндией и СССР. Суоми начинает боевые действия против нацистских войск в Лапландии. Густаво Маннергейма, в отличие от многих других союзников Гитлера, удалось избежать Нюрнбергского трибунала и иных судебных инстанций. Ему простили военные преступления против русского гражданского населения. При этом в 1941-1944 годах в финских концлагерях на захваченной советской территории в ужасных условиях содержалось около 35 тысяч человек. В Арюне Великой Отечественной через финские концлагеря прошел каждый четвертый житель Карелии. Каждый пятый узник лагерей погиб. Историк Юрий Нерсесов так оценил антигитлеровский маневр финского маршала. Не миновать бы кое-кому добротные виселицы, не продая им энергиям с друзьями любимого фюрера, со всеми потрохами. После разгрома финской армии под Выборгом и Петрозаводском им удалось договориться с Москвой о сепаратном мире. В обмен на выход из войны, передачу Советскому Союзу никелевых рудников и удар в спину германским братьям по оружию, Финляндия относительно удачно соскочила, снесущегося в пропасть гитлеровского поезда. Такова история жизни изменника России и карателя русского народа. Вместе с тем надо признать, что маршал Густав Маннергейн по своим делам и своей биографии спаситель финской государственности и суверенитета. Если Маннергейн в Финляндии герой, никто не запрещает финнам чтить его память, как они того пожелают. Но нет ему места в доброй памяти российского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова